Добрый день, друзья! Вновь с вами программа «Тайный код России». И опять мы коснемся совершенно невероятных тем, связанных с историей нашего Отечества и с теми самыми белыми пятнами недоговоренностей, которые рождают мифы и легенды. Значит, есть одна тема. Вы знаете, я могу честно сказать, я много книг написал, а вот эту книгу мне никак не закончить, хотя все началось именно с нее. Когда-то я прочитал такую удивительную фразу о том, что любимым блюдом Екатерины Второй была яичница. Я был просто потрясен. Но как может быть любимым блюдом Екатерины Второй яичница, если она вообще основательница вообще невероятных вот этих кулинарных традиций? Я занялся темой истории вот этой кулинарии, хотя сейчас принято говорить кулинария, но я не знаю, простите меня за слово кулинария. Значит, история русской кухни, как она начиналась и чем она отличается от всего остального? Дело все в том, что для нас есть такие, знаете, маяки исторические. Вот, например, французская кухня. Но дело все в том, что если вы французу дадите какое-то французское блюдо и скажете, что это французское блюдо, он на вас просто обидится, потому что французской кухни не существует. Существует кухня провинции Лангедок, провинции Нормань, Иль-де-Франс, все что угодно. Но такой общей французской кухни не существует. Существует кухня провинции. Они замечательные, невероятные, там чего только не встретишь. В России произошло совершенно по-другому. Был всегда центр, и вот из центра все расходилось. Русская цивилизация, цивилизация просиная, просто это вообще на самом деле пшено. Вот этого пшена готовили все и вся, значит, и хлеб, и лепешки, и каши, и все что угодно. Хлеб как таковой, черный, да, появился на самом деле только в 12 веке, потому что до этого времени никто не мог придумать, как поднимать рожь, вот как поднимать черную муку, чтобы она становилась хлебом. Белая поднималась очень просто на дрожжах, на всяких дрожжевых вещах. Черная не поднималась, да, придумалась закваска. Вы знаете, если у кого-то дома или на каких-то заводах сохранилась закваска, то вы можете прийти на нее посмотреть и знать только одну простую вещь. Ей тысячу лет, потому что закваска это такая вещь, которая передавалась по наследству. Когда барышня выходила замуж, ей помимо сундука с бельем обязательно давали закваску, на которой можно было готовить вот этот самый черный хлеб. Это было основное и самое главное. Кухня, естественно, расширялась, раздвигалась. Со времен монгольского нашествия у нас появилась вещь, которая до этого не существовала. Русская кухня, в отличие от всех остальных кухонь, это кухня, где не варят, не жарят, а томят. Потому что в русской печи можно только томить. Там готовили долго, зато это было, значит, надежно, понятно, это было съедобно, но это томили. С нашествия монголов у нас появились сковородки, появился вариант, который так называют, жарение продуктов. Причем надо сказать, что сковородки было две. Вот одну сковородку накрывали другой с тем, чтобы можно было ворочать, вот на это готовить на костре и прочее, прочее. Вот это было, значит, такое нововведение, которое появилось со времен вот этого нашествия монголов и появилось такое понятие, как пряности странные, потому что, например, никому в голову не приходило использовать пряности, то есть в виде бадьяна, в виде, там, черемухи или, значит, этой самой рябины. А те ребята, которые по полям, по степям скакали, им любая пряность была в радость. И с пряностью связана одна удивительная история. Вы знаете, я вам сейчас расскажу один маленький секрет, который вы можете всегда пользоваться у себя дома. Я думаю, что все сталкивались с такой вещью, про которую снят мультфильм про Винни-Пуха, когда Винни-Пух, значит, с зайцем пошли в гости к кролику. Вот они сидят за столом, так же, как у вас гости, которые все съели, все выпили, но никто не уходит. Всем хорошо, они хотят говорить, что может еще что-то, ну давайте еще чайку попьем, еще чайку попьем. Это проблема, которая была всегда. На Руси она решалась абсолютно невероятным способом, который потом, кстати, переняли очень многие за границей. Дело все в том, что у русских было такое блюдо, называлось пряник, оно до сих пор существует. Пряник происходит от слова пряность. Вообще, изначально пряник – это обыкновенный ржаной хлеб с медом, но так как на Руси исторически было невероятное количество специй, которых вообще Европа не знала. Вдоль Волги, дело в том, что в Астрахани находился индийский торговый дом. Со времен вообще Римской империи сюда шло невероятное количество перца, не знаю, там, вот все, что мы называем специями, все, что мы считаем, это у нас сейчас появилось, это все было испокон века. В Европе грамм перца стоил столько же, сколько грамм золота. У нас перец был в доме у каждой хозяйки. Да вот эти специи стали использовать, назывались они пряности, стали использовать для изготовления пряников. В чем смысл пряник? Вообще, пряник назывался всегда разгонным. Смысл вот какой. Когда все все съели, значит, пообедали, это княжеский стол, неважно какой. Когда уже пора расходиться, появлялся либо слуга, либо хозяйка, появлялась с большим подносом, на котором лежали маленькие пряники. Эти пряники каждый человек мог взять с собой, потому что его можно положить в карман, принести домой и отдать ребенку. Но смысл вот в чем. Пряник назывался разгонный. То есть, когда раздают пряники, нужно вставать, благодарить и уходить. Поэтому вы когда, если будут какие-то проблемы такие, вы скажете, вы знаете, мы слышали одну программу такую, удивительную. Оказывается, есть такая традиция. Вот когда пряники дают, нужно всем вставать и уходить. И можете тут же приносить эти самые пряники и ставить на стол. И таким образом завершать вот эту самую трапезу, которая у вас затянулась. До времен Петра там масса появлялась всяких блюд и всего остального. Когда нам рассказывают о том, что фастфуд придумали в Америке, это полная ерунда. Фастфуд придумали здесь. Это было самое главное блюдо ямщиков. Значит, смысл заключался вот в чем. Варились щи либо борщ и выпаривался до состояния вообще уже густоты. Потом замораживался и значит ямщик, любой ямщик, брал с собой вот эти горшочки один или два, в зависимости от того, куда он ехал, вот с этим такой густотой, которая была сварена вот этими щами там или борщом, чем угодно, замороженным. И поэтому у него никогда не страдал болезнью желудка. Дело все в том, что на почтовых станциях то, что подавалось обязательно и бесплатно, был кипяток из самовара. Поэтому вы наливали кипяток из самовара, вот этот самый горшок, у вас появился горячий суп, борщ, все что вы хотите, грибной, не грибной, как вы хотите. И было все такое горячее способное, которое можно было есть. Значит, до времен Петра считалось категорически нельзя ничего перемалывать. Вот просто молоть, делать фарш нельзя было. Поэтому, когда вы читаете какие-нибудь замечательные сочинения, особенно современных авторов про какую-нибудь колбасу времен Ивана Грозного, вы должны понимать, что это полное вранье, потому что никакой колбасы не существовало. Все подавалось только целиком. Причина была очень простая. В фарш, как считалось, можно было подмешать все, что угодно. Я считаю, что считали правильно. Значит, со времен Петра появилось уже вот это все остальное. Вы знаете, я недавно пошел в магазин и взял с собой очки. Ну, как-то я вот без очков хожу туда, мне хватает все это, чтобы понять написано, что там все. Я увидел сосиски студенческие мясные по какой-то невероятно низкой вообще цене. И так у меня были очки, я взял и прочитал. Я понял, что, в общем, до Петра был правильный закон. Дело все в том, что в студенческих мясных сосисках я нашел все, что угодно, кроме мяса. Там было молотые шкурки, копыта, все, ну, все, что хотите. Слушай, нормальный человек, в голову не придет. В этих сосисках существовало. Но вот со времен Петра появляется вот эта вот традиция кухни уже такой европейской. Но Европа от нас взяла то, что нам кажется совершенно нормальным. Значит, когда стол со времен великих князей, князей и кого угодно, блюда подавались по очереди. Значит, вот съели первое, потом второе, третье и там десятое. Кстати, знаете, удивительная вещь. Мы все знаем первое, второе и третье. Да, вот суп, там, второе и третье компот. Так вот, это же, как бы, законы русского языка или какого-то смысла. Если вы убираете первое, то второе не становится первым. Понимаете, удивительная вещь. Это вот только в русском языке такое существует. Так вот, блюда подавались по мере того, как люди что-то съедали. Они все время ели что-то такое горячее. В Европе было совершенно по-другому. Там все, что готовились, сразу приносили, выставилось на стол. И поэтому, если вы хотите попробовать то, другое, третье, в конечном итоге вы пробовали что-то холодное, потому что это все остывало. Так вот, европейцы переняли от русских вот эту традицию подношения постоянного горячих блюд. И называется она в Европе, это вам скажет любой совершенно повар иностранный, что это называется русская система подачи блюд. Вот, которая сейчас узаконилась во всем мире. Поэтому, когда нам говорят, что у нас ни кухни не было, ни традиции, вы никому не верите. Это все полная ерунда. Я могу вам сказать, что читать, например, перечень блюд, которые были поданы к столу, там, Ивана Грозного или кого-нибудь из патриархов, вы знаете, читать невозможно, потому что у вас вообще потом появится невероятное желание что-нибудь такое съесть и вообще представить себе вот количество съеденного тоже невозможно было. Потому что по 50-60 блюд подавалось на стол постоянно. Наверное, самое уникальное блюдо, я вам могу рассказать, был такой граф Всеволожский. И вот для того, чтобы уже, это уже период романовский, да, когда началась вот эта кухня, когда Екатерина придумала, значит, придумывала, что надо блюда не просто делать, а их называть как-то. Вот, например, у нее было любимое блюдо, которое называлось «А поутру они проснулись». Это подавали, значит, «Бычьи глаза в томатном соусе каком-то». Не томатом, в томатов не было, какой-то соусе, каком-то «Бычьи глаза». Вот такое-то оригинальное название. Там вообще название не такая поэма отдельная. Так вот, вот этот самый Всеволожский предложил своим гостям, позвал он человек 200, значит, на холодную закуску вещь, которую вы видели, но, наверное, надеюсь, не то, что надеюсь, я думаю, что вы никогда не пробовали, вам в голову не приходило это пробовать. Называется это «Щечки селедки». У селедки под жабрами есть такая маленькая, ну, максимум величиной с копейку, такой маленький кусочек мяса. Так вот это вынималось, из этого делалось блюдо, а селедка никому не нужна была. Я думаю, что это был большой праздник для всех там дворовых и крепостных, потому что там, сколько там бочек селедок использовали, я не знаю. Но эти «Щечки селедки» — это было что-то такое шедевральное. И вот придумывалось невероятное количество блюд, потому что это считалось очень важно, значит, и когда… Такая тоже традиция, знаете, русские народы обвиняют во всяком пьянстве, бог его знает что, когда он что-то такое хотел сказать. Ну, что там, балалайка, водка и все остальное. Дело все в том, что закусывать выпитое — это советская традиция. Такого не было никогда, это считалось самым позором, потому что была традиция только одна — запивать съеденное. Понимаете? Поэтому никаких пьяных людей из-за стола никогда не вставало, потому что то, что давалось есть за столом, уже, в общем, выпили вы стопку или две уже никакой роли не играло. Значит, и по поводу выпивки, я думаю, что мы взрослые люди, мы не пропагандируем алкоголизм. Значит, на Руси считалось позорным пить, так называемое, пустое белое вино. Белое вино называлось водка. Пустое пустое — это вот просто вот то, что сейчас у нас продается в магазинах. Всегда нужно было на чем-то настаивать. Когда вам вообще не на чем настаивать, значит, если это зима на улице, идите сорвите почки осины или там березы киньте, пускай на этом настоится. Смысл очень простой. Любая настойка, она выступает в роли лекарства. Она разносит этот настойный продукт по всему организму. Так вот, поэтому русское дворянство чрезвычайно радостно отнеслось к тому, что, значит, Екатерина Дашкова придумала новую букву русского алфавита. Дело все в том, что было принято во всех домах дворянских и даже не дворянских, городских, иметь настойки на все буквы русского алфавита. И когда появилась новая буква, значит, новое блюдо, новая настойка, которая позволит, опять-таки, украсить жизнь и стол. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! Пишите нам телерадиокомпания «Русский мир».